К нам присоединяется Вячеслав Печененко, заместитель руководителя Сумской областной военной администрации. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Как прошли эти сутки на Сумщине? Где были обстрелы? У нас традиционно мы уже привыкши к этим обстрелам. Каждый день область подвергается, в частности приграничной области, подвергается постоянным обстрелам. Вдоль всей линии границы с Российской Федерацией. В частности, за вчерашний день было 5 обстрелов, так называемых 69 приходов с различных видов вооружения. Это и минометы, и артиллерийские системы, и реактивные системы залпового огня. Сегодня, на счастье, пока обстрелов нет. Но это только середина дня, так что все может быть. Какие на данный момент зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилого фонда? В результате обстрелов приграничья у нас постоянно страдает жилая инфраструктура, страдают объекты критической инфраструктуры. Это и свет, и вода, и газ. Ну и также, когда была оккупация Сумской области, у нас сильно пострадали населенные пункты. Особенно это Тростянец, Баромля, Ахтырка. Это самые наиболее пострадавшие населенные пункты. Скажите, какая есть информация о том, что происходит по ту сторону границы от вашей области? Есть ли угрозы новой волны вторжения со стороны России? На данный момент по информации наших военных и информации разведданных напротив Сумской области, в частности в Курской области, нет накопления сил противника. У них незначительные вооруженные формирования находятся для того, чтобы, как мы называем его, турбующий огонь. То есть они нас постоянно держат в напряжении, наших военных, пограничников, для того, чтобы мы не смогли перекинуть наши войска на другие участки фронта. И поэтому вот в таком режиме они нас постоянно тренируют, если можно так сказать. Российская Федерация сейчас целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины. Как с этим обстоят дела на Сумщине и как эти объекты можно защитить и можно ли? Да, в частности по Сумщине месяц тому назад было нанесено несколько ракетных ударов по объектам энергосистемы нашей, в результате чего сейчас у нас имеются перебои с электричеством. В частности, вы видите, у нас света сейчас у меня нету, по графику у нас идет отключение. В среднем, в частности в городе Сумы, 6-8 часов мы находимся без света в сутки. Мы уже сделали выводы после этих обстрелов и все важные объекты инфраструктуры критической мы стараемся защитить с внешней стороны. Это в первую очередь бетонными блоками, это мешки с песком, это габионы. В общем, укрыть их от прямого попадания в результате ракетных нападений. Ну и также система ПВО помогает нам также бороться с тем, чтобы в дальнейшем не было поражений нашей инфраструктуры. Мы ранее с главой области Дмитрием Живицким в предыдущих эфирах говорили о начале отопительного сезона. Он говорил, что практически вся область готова к нему. Как сейчас с этим? Да, у нас сбоев в этом нету, тепло в домах есть. Единственная, еще раз говорю, проблема это с устойчивой подачей электричества. А это за собой тянет подачу воды. Еще раз повторюсь, в частности у меня сейчас нету света и воды, потому что насосы не работают. И ждем по графику, сейчас должно быть уже включение света и появится вода. Расскажите, будут ли на Сумчине работать пункты обогрева? Сколько их и возможно на какое количество людей они рассчитаны? Количество мы пока еще до конца не посчитали, не сбили. Но это ориентировочно больших пунктов будет около 150 на территории области. В городе суммы 50 и 100 по всей области. И будут, кроме больших этих пунктов обогрева, которые будут давать возможность людям там не просто прийти согреться, а зарядить свои гаджеты и войти в связь, потому что мы будем их обеспечивать стаблинками. Кроме этого, будут развернуты в населенных пунктах сами непосредственно небольшие пункты обогрева. Их будет значительно больше. Это будет порядка 700. Так что мы готовимся к любым развитием ситуации. Дай бог, чтобы они не понадобились. Дмитрий Живицкий ранее заявлял, что Сумская область будет помогать освобожденным населенным пунктам Херсонщины. Каким образом это будет происходить? О какой помощи может идти речь? Так, мы связались с руководством Херсонской и Николаевской области, которые сейчас нуждаются в этой помощи, узнали их потребности. И в начале следующей недели караван с транспортом для помощи этим населенным пунктам выдвигается во главе с Дмитрием Живицким, с некоторыми заместителями областной администрации. И мы окажем помощь. Это будет много крупногабаритных фур, которые будут вести все необходимое. Начиная от ноутбуков, воды, телефонов. Все, что они просили для организации работы как государственных органов власти, так и для помощи непосредственно населению. На Волыни начали строить стену на границе с Белоруссией. Нет ли каких-либо похожих инициатив на Сумщине, поскольку область граничит с Россией? Или, возможно, есть какие-то другие способы укрепить границу? К сожалению, у нас этот вопрос еще не стоит. Почему? Потому что область находится в постоянном и активном обстреле со стороны рашистов. И у нас такой возможности спокойно проводить какие-то инженерные работы враг не дает. Постоянно обстреливаются. Поэтому мы как отвечаем ответным огнем, так и не даем возможности какие-то действия проводить и с их стороны в районе нашей границы. Поэтому пока идут активные боевые действия об укреплении границы и проведении каких-то серьезных фортификационных работ, пока речь не идет. Вячеслав, напоследок, а сколько в результате этих боевых действий с начала февраля уже стало жертв в Сумской области? Есть ли некая страшная статистика, сколько людей погибло в последствии российских обстрелов в вашем регионе? Это несколько сотен человек погибшими, к сожалению. Еще немного больше это раненые. Но точной цифры у нас пока нету, потому что постоянно мы будем переучет, скажем так, если можно сказать. Спасибо, Вячеслав, за уделенное вами время. Вячеслав Печененко, заместитель и руководитель Сумской областной военной администрации, рассказал нам о том, что происходит в регионе и о последствиях регулярных обстрелов Сумщины российскими оккупационными войсками.